МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эксорук водителя отдела дорожного хозяйства Краевого Минстроя Елену Рыжкову назначили на должность директора службы единого заказчика Забайкалия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства. Ранее на сайте министерство сообщалось, что в 22-м году Рыжкова вышла в полуфинал второго всероссийского конкурса управленцев лидеры строительной отрасли. Елена Рыжкова окончила университет по специальности автомобильной дороги и аэродромы, является аттестованным экспертом по направлению автомобильной дороги. Для назначения в СЕС она работала заместителем директора по строительству Читинского филиала Росгранстроя. Между тем, в сентябре 22-го года в службе единого заказчика, напомним, прошла серия арестов из-за взяточничества. В том числе были арестованы главный инженер Виталий Чумаков, заместитель директора Виктор Гуслюков и начальник управления капитального строительства Владимир Имеков. В прокуратуре Забайкалия на пресс-конференции 8 декабря службу единого заказчика назвали самой коррумпированной структурой в региональной власти за последние пять лет. Чумакова и Мекова только будут судить. Следователи завершили расследование, и обвинительное заключение утвердил прокурор региона Александр Яновский. Костоправ без медобразования Евгений Кратенко продолжает принимать людей после начала проверки Следственного комитета. Об этом сообщила в редакцию «Запру очевидец». С его слов, сам Кратенко в одном из местных чатов опубликовал информацию о приеме населения и проведении мастер-классов в Борзе, Краснокаменске и Забайкальске. При службе следственного управления ИСКР по окраю «Запру» сообщили, что информации по проверке пока нет. Напомним, врач высшей категории, заведующая кафедрой экушерства, гинекологии и лечебного факультета ЧГМА Марина Мочилова опубликовала видео в своем телеграм-канале, где Кратенко на мастер-классе трясет муляж ребенка вниз головой. Он рассказывает, что использует такую практику и на живых детях. Следователи начали проверку, а не разыскивают пострадавших от действий Кратенко. Системы видеонаблюдения и видеофиксации будут применять на избирательных участках в Забайкале во время выборов президента России. Подобного не было в сентябре 2023 года на выборах депутатов ЗАГСОБРа. По данным избиркома, 15, 16 и 17 марта во время голосования системы видеонаблюдения и видеофиксации будут работать на 855 постоянных избирательных участках в крае. На 320 избирательных участках в Забайкале специалисты установили средства видеонаблюдения, которые в дни голосования будут транслировать изображения на специальный служебный портал ЦИК России, а также в Центр общественного наблюдения, который будет круглосуточно работать в здании Краевой филармонии на улице Бутина. Организовывает работу Центра общественная палата Забайкальского края. На оставшихся 535 избирательных участках все три дня голосования непрерывно будет вестись видеофиксация с записью изображений звука. В Нерчинске началось строительство школы на 800 учеников. В настоящее время там устанавливаются основные несущие конструкции здания. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Забайкале. На первом этаже школы будут оборудованы административные, хозяйственные и учебные помещения, также столовая с отдельным входом с улицы. На втором этаже будет актовый зал, на третьем разместится библиотека и читальный зал. Кроме этого, в школе запроектированы спортивные залы и раздевалки, мастерские для трудового обучения мальчиков и кабинет домоводства для девочек, говорится в сообщении. Уточняется, что на строительство учебного заведения государство направило больше 1,3 млрд рублей. Работа должна завершиться к концу этого года. Напомним, новые школы также построят в Чете на КСК и в поселке Тарасум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова